Обход Анатолий Пахомов начал уже с поворота в село. В последнее время туристов здесь стало заметно больше. Кроме того, это одна из дорог, ведущая в скайпарк. А значит, и выглядеть этот участок должен подобающим образом. Глава заглянул и во дворы сельчан, пообщался с жителями. Я же не требую от многодетных семей или от кого-то другого, чтобы они там золотом отделывали. Я требую элементарного. Сделайте порядок во дворах. Не обошлось и без нареканий. Кто-то отнесся к указаниям, которые мэр дал еще в начале года серьезно, а кто-то пустил дело на самотек. Во дворах как был мусор, так и остался. Но после личного визита главы города пообещали все исправить. Рабочие тут есть, они сейчас загрузят, вот это очистят. Из села мэр отправился в сам монастырь. Здесь главу встречали хлебом с солью и подарками. А еще со словами благодарности. Огромное спасибо и земной поклон вам за дорогу, за то, что вы помогли и нашему монастырю, и нашим прихожанам, и нашему селу. И вот с той вашей хозяйственной деловитостью, что вы действительно и проселочки не забываете. А центральная часть города вообще блестит. Самое главное преобразование, как сказала настоятельница монастыря и подтвердили сельчане, это дорога. Раньше это была скорее стиральная доска, чем проезжая часть. Троица-Георгиевский монастырь – одна из достопримечательностей Сочи. Сюда приходят не только молиться, туристы со всей России и из-за рубежа приезжают на экскурсии, чтобы увидеть уникальные иконы и узнать об истории православия. Но пока не было дороги, чтобы добраться до храма, людям в буквальном смысле приходилось проходить полосу препятствий. Еще пару месяцев назад о хорошей дороге здесь только мечтали. Теперь, по словам Анатолия Пахомова, нужно следить за состоянием полотна и не пускать большегрузы, которые повреждают асфальт. А в целом за последний год село преобразилось. Отремонтировали школу, построили фельдшерско-акушерский пункт, который в прямом смысле был жизненно необходим. Провели газопровод, вскоре обещают пустить голубое топливо. Безусловно, власти города рассчитывают на ответную реакцию со стороны жителей села. Ответственность собственников, жильцов, ну, даже ради уважения к самим себя, к самим себе и с уважением к власти, которая выполняет все, что обещает. Необходимо было содержать свое домовладение. На исправление выявленных недочетов глава города дал срок две недели. Далее нарушителей будут наказывать уже не словом, а штрафом. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.